Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Сегодня мы с вами слушали очень важные отрывки из Святого Писания. Мы с вами слышали отрывок из послания к римлянам апостола Павла, в котором он объясняет такой трудный вопрос, как взаимоотношения язычников, принявших христианство, и иудеев, оставшихся в ветхозаветном учении. Мы с вами знаем, что этот вопрос всегда был очень трудным, и с течением времени он не становился легче, и мы все с вами помним эти страшные события Второй мировой войны, Холокост и всё, что связано вот с этой враждой между тех, кто считал себя христианами, и тех, кто исповедовал иудаизм. И вот для нас очень важны эти разъяснения апостола Павла. Он говорит о том, что само дерево, ствол, корни – это то, что почитает и то, что содержит Израиль. Это Ветхий Завет, это Библия, это пророки, которые предрекли рождение Христа от Девы и спасение. Недаром для христианина самая, ну, главная молитвенная книга – это Псалтирь, и самые замечательные книги – это книги Исаии, которого называют ветхозаветным евангелистом, книга Ездры, которую называют ветхозаветным апокалипсисом. Ну, и Пятикнижие Моисея входит в обязательный курс той катехизации, которую Церковь проводит Великим Постом. Мы Великим Постом прочитываем всё Пятикнижие Моисеева, вот, изучая этот промысел Божий о Божьем народе, о народе Израиля. И он говорит, что вот у этого здорового дерева с глубокими корнями, мы знаем, какие-то корни были удивительные, мы знаем мучеников, маковеев и многих, кто выступал против язычества и своей кровью, исповедовал учение веру в единого Бога. Вот. И вот на этом древе некоторые ветви отпали. Отпали не буквально от Бога, но отпали в некоторый формализм. Можно сказать, так привяли немножко. Нет, не стало той духовной дерзости и горения, которое было раньше, к которому призывали пророки. И вот на место этих отпавших ветвей привились ветви дикой маслины. Это вот язычники, которые не имели под собой никаких корней, кроме, может быть, вот какого-то чистого сердца, которое располагало к добру и к благу. И вот они без корней, без, можно сказать, роду племени, как бы привились на это мощное дерево и на нём дали благодатные дары. Но при этом он говорит, что язычники, как вот эти ветви дикой маслины, привитые на культурную, не должны с презрением или высокомерием взирать на вот эти отпадшие ветви, значит, этого дерева, потому что Господь любит этот народ. И временное отпадение было как-то, апостол Павел пишет, такой Божьей мудростью, чтобы язычников не отпугнуть от единобожия. Вот. Евреи как бы не вошли все в христианство, вот, и оставили такую, можно сказать, нишу для язычников, чтобы они могли привиться вот к этому дереву. Но это до поры, вот. А потом, как утверждает апостол Павел, придёт время, и все эти ветви отпавшие будут собраны, тогда, когда будут уже все язычники войдут, все язычники привьются, вот, тогда, наконец, эти ветви отпадшие тоже будут собраны Господом, и весь Израиль спасётся. То есть апостол Павел прямо говорит, что все иудеи, как народ Божий, это всё спасённый народ, который тоже ждёт своего спасения от Господа. Ну и, как бы, в продолжение вот рассуждения этого, небольшое, очень коротенькое зачало, в котором Господь объясняет, чем же отличается его подход от закона, от Писания, от того подхода, которым стали страдать фарисеи и книжники. Вот. Многие читают этот отрывок Евангелия и говорят, нет, ну тут про труждающихся, обременённых, значит, вот все больные, все там ветераны труда, все, значит, придите ко мне, ко Господу, вот я вас всех успокою, вот заберу у вас вот ваше тяжёлое бремя, дам вам своё лёгкое, и вы дальше побежите в такие радостные и лёгкие. Нет, это Евангелие не об этом. Это хорошие объяснения, и тоже можно их объяснять так, но вообще это Евангелие о другом. В лексике книжников очень распространённый такой мем, как бы мы сказали, идём к Моисею. Это значит, когда нужно разобрать сложные ситуации, жизненные, ну не знаю, там, например, можно ли что-то перенести с одной стороны улицы на другую, если в это время суббота, а на другой стороне, допустим, кто-то насилует твою дочь, там, или ещё что-то. Ну, в общем, короче говоря, сложные ситуации какие-то. Вот, можно ли это нарушить или нельзя? И вот каждый такой сложный вопрос книжники разрешали, начиная словами, идём к Моисею. То есть, идём к самому началу. В пяти книжах, ну и особенно, естественно, книги, как вы сами понимаете, Левит. Вот, где наибольшее число предписаний написано. И вот Господь говорит, придите ко Мне. Что это значит? Во-первых, кто такие труждающиеся и обремененные? Труждающиеся – это все те, кто ищет, как исполнить закон. Кто трудится законом, а обременённые – это те, которые нашли и которые несут на себе бремя закона. И вот фактически Иисус им говорит, не идите к Моисею. И те, кто ищет, как исполнить закон, и те, кто уже обременён, уже несёт на себе бремя закона, и те, и другие – не идите к Моисею, идите ко Мне. Я успокою вас. Но вообще-то там слово в греческом – примирю. Я примирю вас с законом. То есть я дам вам такую рекомендацию, которая вас примирит с законом. Вы не вступите с ним в противоречие. Потому что основная проблема, которую решали книжники – это была проблема, как поступать, если исполнение закона с одной стороны влечёт в нарушение закона с другой стороны. И вот он говорит, я дам вам самое непротиворечивое исполнение закона. Будете следовать и никогда не попадёте в просаг. Всегда будете в самую точку. Вот. Я примирю вас с законом. Я сделаю так, что вы никогда не будете выступать против закона. И дальше он говорит буквально там «бремя моё, благо там» и так далее. Буквально там написано вот что. «Мой хомут удобнее». Почему он так говорит? Ну, потому что мы знаем, Маймонит выявил 316 заповедей обязательных и кучу там ещё подзаконных. А здесь всего две. Люби Бога и люби ближнего. И поэтому Господь и говорит, что мой хомут удобнее. Следуя моим рекомендациям, вы точно всегда исполните закон по сути. Вы никогда его не нарушите. И вот, собственно говоря, вот в этом зачале и есть разъяснение самого главного, в чём было противоречие Христа с книжниками и фарисеями вовсе не в том, что он пришёл разрушить закон или отменить закон. Он, наоборот, пришёл примирить с законом. Он пришёл для того, чтобы дать нам рекомендации, как нам непротиворечиво исполнять закон. Ну и поэтому уже потом, впоследствии, апостол Павел и призывает язычников не обращаться к закону, потому что вот это самое лучшее, самое непротиворечивое исполнение закона дал уже сам Господь. И поэтому, «Иго моё благо, мой хомут удобнее». Будем помнить, что вот эти заповеди содержат весь закон и пророков. Любите Бога и любите ближнего. Аминь. Спасибо большое.